Цена суверенитета в глобализованном мире. Под таким названием в Баку стартовала первая панельная дискуссия международной конференции, посвященной французской неоколониальной политике в странах Африки. Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой. Выступившие на встрече отметили, что, несмотря на политическую независимость, африканские государства продолжают бороться за свою автономию в условиях влияния транснациональных корпораций и бывших колониальных держав, страны Африки остаются главными жертвами жестокой колониальной политики Франции. Пятая республика регулярно обвиняет другие страны в нарушении прав человека, но сама игнорирует проблемы, в частности, связанные с дискриминацией чернокожего населения и ситуацией в своих колониях. Делегаты подчеркнули важность объединения общин в борьбе за права и свободу народов Африки и выразили уверенность в победе над колониализмом. «Для меня большая честь быть в Баку по приглашению Бакинской инициативной группы и участвовать в работе столь важной конференции, посвященной борьбе с неоколониализмом. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются страны Африки – это неоколониализм. Мы не освободились от колониального наследия. Африканцы должны сообща подумать о своем самоопределении и независимости. И нужно бороться с проблемой неоколониализма на глобальном уровне. Я выражаю особую благодарность Азербайджану за организацию подобной встречи для обсуждения этих вопросов. Для эффективной борьбы с неоколониализмом необходимо объединиться с такими странами, как Азербайджан. Надеюсь, что подобные мероприятия будут проводиться в будущем и в других странах мира». «Мы считаем, что колониализм в любом формате должен быть ликвидирован. Всё человечество должно сплотиться вокруг этой проблемы. Мы, африканцы, устали от этого. Баку – это платформа, где народы, страдающие от колонизации, могут говорить о своих проблемах. Мы должны гордиться наличием таких платформ, как Бакинская инициативная группа. Поддержка, которую Баку оказывает народам в борьбе с неоколониализмом, должна служить примером для других стран». Вторая панельная дискуссия была посвящена экономическим проблемам. Экономика региона оказалась в состоянии стагнации. Отсутствие развития – не случайность. Пятая республика на протяжении столетия эксплуатирует богатые природными ресурсами страны, подвергает их народу репрессиям, использует в качестве живой рабочей силы. «В Мавритании мы сталкиваемся с неоколониализмом со стороны Франции. Мы должны быть очень богатой страной, ведь у нас есть всё – нефть, золото, рыба. Но мы бедны, потому что наша нефть, наше богатство и все ресурсы крадутся Франции. У нас меньше пяти миллионов жителей. Мы ежедневно сталкиваемся с этим неоколониализмом. Французский – не наш язык, но мы обязаны говорить по-французски. Наша молодёжь, наши дети должны говорить по-французски, и через этот язык транслируется французская культура. Мы не можем развивать нашу культуру. Это огромная проблема». «Я из республики Конго. В моей стране ради независимости своими жизнями пожертвовали тысячи людей. Они боролись за родину. Сегодня, благодаря им, мы независимая страна на карте мира. Но определённая колониальная зависимость осталась. Наш регион богат природными ресурсами, и по этой причине они хотят нас вечно держать в зависимости». Участники конференции выразили благодарность Азербайджану, активно участвующему в борьбе за независимость колонизированных народов. По их словам, Азербайджан – страна, которая отличается своей приверженностью поддержки суверенитета стран Африки и других регионов. Они подчеркнули особую роль Бакинской инициативной группы за создание пространства для размышлений и обмена мнениями. В свою очередь, исполняющий директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов заявил, что рассматривает возможность сотрудничества с африканскими организациями в борьбе с колониализмом. «Несколько часов назад коллектив организации «Поддержка политзаключённых Канаки», действующий в Новокалейдоне, направил в нашу организацию специальное письмо. Семьи арестованных выражают особую благодарность за поддержку, оказанную нашей организацией. Хочу подчеркнуть, что наша деятельность высоко ценится как бывшими, так и существующими колониями. Как известно, мы начали сотрудничество с бывшими колониями один-два месяца назад. В основном мы тесно сотрудничаем с теми регионами, которые в настоящее время страдают от колониальной политики, то есть в настоящее время являются колониями». Участники встречи заявили, что цель проведения подобных мероприятий – возможность донести голос до внимания людей разных регионов и международных организаций. Подобные дискуссии, по их словам, помогают лучше понять проблемы и возможность тех, которые открываются перед народами, страдающими от колониальной политики Франции.